Самый распространенный способ выманивания денег – телефонное мошенничество. Каждый хоть раз досталкивался с такими случаями, когда звонят якобы полицейские и говорят о неправомерном деянии вашего родственника и что ему грозит уголовная ответственность. Создавая эмоциональное давление, мошенники указывают сумму и место встречи. Аферисты также связываются при помощи СМС-сообщений или звонков с неизвестных номеров, представляясь операторами мобильной связи, сотрудниками банка или иными лицами. В прошлом году зарегистрировано порядка 250 таких преступлений. Это касается телефонного мошенничества. Раскрыто 29 таких преступлений. В общем, есть задержанные лица, которые совершали такие преступления. В последнее время уже многие стали понимать, что это обман и не перечисляют деньги. Поэтому преступники создают новые виды мошенничества. Например, продают недвижимость и машины через интернет по низкой цене. Рекомендация в этом случае одна – звонить в полицию. Если же стали жертвы мошенничества, то необходимо, конечно, обращаться незамедлительно. Ни через два сутки, ни через двое суток, а незамедлительно в органы полиции. Поскольку иногда еще имеется шанс в течение определенного времени, трех часов, двух часов, часа, пресечь перечисление денег с банковских карт. Позвонить в полицию жители любого региона могут не только по номеру 02. У всех операторов мобильной связи этот номер 020. Кроме того, есть и телефоны основных дежурных частей. В Сочи действующий номер 269 29 50. Если случилось что-то на территории железнодорожного вокзала, то оперативнее вам помогут в линейном управлении по транспорту. А вот узнать, куда увезли машину за неправильную парковку, можно по телефону дежурной части ГИБДД. Также действуют специальные номера доверия и колл-центры по услугам УВД. Кроме того, узнать всю необходимую информацию можно и через интернет. Год назад МВД России предложило гражданам современный способ экстренной связи с дежурной частью полиции. Специальное мобильное приложение действует по всей стране и автоматически с помощью геолокации определяет ваше местонахождение и ближайшего отдела полиции. Буквально несколько кликов, и вам уже отвечает дежурный. Дежурный оператор сразу фиксирует ваш звонок и записывает всю информацию. Дальше дело специалистов. Кстати, через это бесплатное мобильное приложение можно также посмотреть на карте, где находятся опорные пункты участковых, найти своего и при необходимости позвонить полицейскому. База данных регулярно обновляется. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.